Жоэль Дикер, загадка номера 622. Моему издателю, другу и учителю Бернаро де Фалуа. Годы жизни 1926-2018. Пусть всех писателей в мире жизнь сведет однажды с таким выдающимся издателем. Пролог. На утро после убийства. Воскресенье, 16 декабря. В полседьмого утра Палас Вербье был погружен во тьму. Снаружи еще не рассвело и валом валил снег. На шестом этаже открылись дверцы служебного лифта. Оттуда вышел официант с завтраком на подносе и направился к люксу 622. Подойдя, он заметил, что дверь приоткрыта. Сквозь щелку просачивался свет. Официант объявил о своем приходе, но никто не отозвался. В конце концов он решил войти, предполагая, что дверь открыли специально для него. Заглянув внутрь, он вскрикнул от ужаса. И тут же убежал поднять тревогу и позвать на помощь. По мере того, как страшная новость распространялась по Паласу, на всех этажах зажигался свет. В номере 622 на ковре лежал труп. Часть первая. До убийства. Глава первая. Любовь с первого взгляда. В начале лета 2018 года, отправляясь в Палас Вербье, фешенебельный отель в швейцарских Альпах, я был далек от мысли, что свой отдых мне придется посвятить распутыванию преступления, совершенного в этих стенах много лет назад. Вообще-то, я надеялся слегка развеяться после пары катаклизмов в личной жизни. Но прежде чем рассказать, что случилось с тем летом, я должен вернуться к истокам этой истории, а именно к смерти моего издателя, Бернара де Фалуа. Бернару де Фалуа я обязан всем. Мой успех и известность – его рук дело. Благодаря ему меня стали называть писателем. Благодаря ему меня стали читать. Когда мы познакомились, я уже писал, но вообще не издавался. Он превратил меня в романиста, которого читают во всем мире. Этот вальяжный патриарх был одним из самых видных деятелей издательского мира Франции. Для меня он стал учителем и, прежде всего, несмотря на 60 лет разницы в возрасте, близким другом. Бернар умер в январе 2018-го, на 92-м году жизни, и я, как и приличествует писателю, сел сочинять о нем книгу. Я ушел в нее с головой, запершись в кабинете у себя дома, на проспекте Альфреда Бертрана, 13, в Женевском квартале Шампель. В таком состоянии я просто не выношу ничего присутствия, за исключением Денис, моей помощницы. Добрая фея Денис любит нянчиться со мной. У нее всегда хорошее настроение, она составляет мне расписание, сортирует и систематизирует письма читателей, редактирует и вычитывает мои тексты. Помимо этого, ей случается забивать до отказа холодильник и пополнять запасы кофе. Ну и, наконец, взяв на себя обязанности судового врача, она может ворваться в мой кабинет, словно на борт корабля, вернувшегося из дальнего плавания, и буквально замучить меня полезными советами. «Вон отсюда», – любезно приказывает она. «Пойдите, прогуляйтесь по парку, проветритесь немного. Вы часами торчите в заперти. Я уже бегал рано утром, сопротивляюсь я. Вам следует регулярно насыщать мозг кислородом. От нее так просто не отвяжешься». Эта перепалка стала нашим ежедневным ритуалом. Я послушно выходил на балкон, делал глубокий вдох, заполняя легкие свежим февральским воздухом, после чего, откровенно подкалывая, ее закуривал. Денис ужасалась и удрученно заявляла мне. «Знаете что же, Эль, я, пожалуй, не буду выбрасывать окурки из пепельницы. Так вы поймете хотя бы, как много курите». Все то время, пока я писал роман, я упрямо соблюдал поистине монашеский распорядок дня, состоявший из трех основных этапов. Подъем на рассвете, пробежка, работа до позднего вечера. В каком-то смысле, именно благодаря этой книге я и познакомился со Слоан, моей новой соседкой по этажу. Она переехала сюда недавно, но все обитатели дома только о ней говорили. Лично я до сих пор еще с ней не пересекался. В то утро, подходя к дому после своего ежедневного марафона, я впервые увидел ее. Она тоже возвращалась с пробежки, и мы вместе вошли в подъезд. Я сразу понял, почему Слоан пользовалась таким успехом. Это была молодая женщина, прелестная и обаятельная. Мы вежливо кивнули друг к другу и скрылись, каждый, в своей квартире. Захлопнув за собой дверь, я застыл с открытым ртом. Этой мимолетной встречи мне хватило, чтобы немного в нее влюбиться. Вскоре мной завладела неотвязная мысль познакомиться со Слоан. Первую попытку я предпринял практически на бегу. Слоан выходила бегать почти каждый день, но в разное время. Я часами бродил по парку Бертрана, уже не надеясь с ней встретиться. Потом внезапно она проносилась по какой-нибудь дальней аллее. Но, как правило, я даже не пробовал угнаться за ней и отправлялся ждать ее в подъезде. Я топтался у почтовых ящиков, и всякий раз, когда мимо проходили соседи, делал вид, что вынимаю письма. Потом, наконец, появлялась она, улыбалась мне на ходу, отчего я сразу таял и терялся. И пока я судорожно соображал, чтобы выдать такого умного, она исчезала. Наша консьержка, мадам Армандо, все мне про нее рассказала. Слоан – врач-педиатр. Ее мать – англичанка, отец – адвокат. Она два года прожила с мужем, но у них не сложилось. Работает в университетской клинике Женевы, то по дневному, то по ночному графику. Теперь понятно, почему мне не удавалось вычислить ее расписание. Поскольку пробежки не принесли желаемого результата, я решил изменить тактику и поручил Денис понаблюдать в глазок за лестничной площадкой и предупредить меня, когда выйдет Слоан. Заслышав крики Денис – вот она! Я, весь из себя расфуфыренный и благовуханный, выскакивал из кабинета и как бы случайно возникал на пороге. Но мы только здоровались, не более того. Как правило, она спускалась пешком, что тут же пресекала любую попытку пообщаться. Я шел следом за ней, но что толку. Выйдя на улицу, она мгновенно испарялась. В те редкие дни, когда Слоан садилась в лифт, я терял удар речи, и в кабине воцарялось неловкое молчание. В обоих случаях я возвращался домой, не солоно хлебавши. «И что?» – спрашивала Денис. «И ничего», – бурчал я в ответ. «Ну вы и осел, Жоэль. Да придумайте же что-нибудь, я стесняюсь. Хватит придуриваться. На экране телевизора вид у вас отнюдь не застенчивый, потому что по телевизору вы видите писателя, а Жоэль совсем другой человек. «Да ладно, Жоэль, какие проблемы? Позвоните ей в дверь, вручите букет цветов и пригласите на ужин. Вам что, лень к цветочнику идти? Хотите, я этим займусь?» Как-то апрельским вечером я в одиночестве отправился на Лебединое озеро, в Женевскую оперу. И в антракте «Выйдя покурить» столкнулся со Слоан. Мы не успели толком поговорить, потому что прозвенел звонок на второе действие, и она предложила пойти выпить после спектакля. Мы встретились в кафе «Ре Мор» в двух шагах от театра. Так Слоан вошла в мою жизнь. Слоан была красивой, веселой и умной. Мало кто производил на меня такое впечатление. После того вечера в «Ре Море» я несколько раз приглашал ее на концерт или в кино. Один раз потащил на вернисаж какой-то несусветной выставки современного искусства. Откуда мы сбежали, умирая со смеху, и пошли ужинать во вьетнамский ресторан, который она очень любила. Пару вечеров мы провели в гостях друг у друга, слушая оперу и беседуя о судьбах мира. Я не мог оторвать от нее взгляд, а она сводила меня с ума. Мне нравилось в ней все, как она моргала. Как поправляла прядки волос, как мило улыбалась, смущаясь. Как ломала пальцы с покрытыми лаком ногтями, прежде чем что-то у меня спросить. Вскоре она уже занимала все мои мысли. Настолько, что я совсем забросил работу над книгой. «По-моему, вы витаете в облаках, бедный мой Жоэль», — говорила Денис, замечая, что за последнее время я не написал мне строчки. «Это все Слоан виновата», — оправдывался я, сидя перед выключенным компьютером. Мне не терпелось снова увидеться с ней и продолжить наши бесконечные разговоры. Я мог без устали слушать ее рассказы о жизни и увлечениях, о прожектах и мечтах. Она любила фильмы Элия Казана и оперу. Как-то раз, довольно много выпив за ужином в квартале Паки, мы оказались в итоге в моей гостиной. Слоан рассматривала на полках книги и безделушки. Оно надолго застыло перед пейзажем Санкт-Петербурга, который достался мне от двоюродного деда. Потом внимательно изучила крепкие напитки в баре. Ей очень понравилась рыбина, украшающая бутылку белуги, и я налил нам по рюмке водки со льдом. Я включил радио на канале классической музыки, которую часто слушал по вечерам. Она ехидно спросила, угадаю ли я композитора. Подумаешь, дело, это был Вагнер. Слоан поцеловала меня под звуки валькирии, обняла и прошептала «Хочу тебя». Нашим отношениям суждено было проглиться два месяца, два незабываемых месяца. Но мой роман о Бернаре понемногу одержал верх. Сначала я пытался писать ночами, пока Слоан дежурила в клинике. Но чем дальше, тем больше книга увлекала меня. Как-то вечером она предложила куда-нибудь пойти, и я впервые ответил ей отказом. «Мне надо работать», — объяснил я. Тогда Слоан отнеслась к этому с пониманием. Она тоже порой задерживалась с пациентами дольше, чем предполагала. Вскоре я снова отклонил ее приглашение. Она и тут не рассердилась. Поймите меня правильно, я наслаждался каждым мгновением, проведенным в ее обществе. Но мне казалось, что у нас не это навсегда, и наши между собойчики будут длиться вечно. Тогда как писательское вдохновение могло вмиг улетучиться, и я просто не имел права упускать его. Наша первая размолвка произошла как-то ночью, в середине июня, когда, разжав объятия, я встал с ее кровати и оделся. «Ты куда?» — спросила она. «Домой», — ответил я, как будто это само собой разумелось. «Ты не останешься со мной?» «Нет, я хочу поработать». «То есть зашел потрахаться и свалил?» «Мне надо хоть немного продвинуться», — возразил я с виноватым видом. «Ты что, так и будешь писать, как заведенный?» — разозлилась она. «Ты сидишь над романом все дни напролет, даже по выходным. Это уже ни в какие ворота не лезет. А меня совсем забыл». Я чувствовал, что наша любовь грозит угаснуть так же стремительно, как вспыхнуло. Надо было действовать. Поэтому несколько дней спустя, накануне отъезда, в десятидневный промо-тур по Испании, я повел Слоан ужинать в ее любимый японский ресторан на крыше отеля «Де Берг» со сказочным видом на Женевскую гавань. Мы прекрасно провели время. Я пообещал ей, что Роману о Бернаре предпочту наш с ней, без конца повторяя, как она мне дорога. Мы даже помечтали, что в августе вместе съездим в нашу обожаемую Италию. Вот только куда, в Тоскану или в Апулию? Мы договорились заняться отпускными планами, как только я вернусь из Испании. Мы просидели в ресторане до часа ночи, пока он не закрылся. Хотя лето только начиналось, ночь выдалась очень теплой. За ужином меня не покидало странное ощущение, что Слоан чего-то от меня ждет. И только теперь, когда мы собрались уходить, и я встал, а служащие поспешили вымыть террасу вокруг нас, Слоан спросила. «А ты забыл, да? Что я забыл? У меня сегодня день рождения?» По моему оторопелому виду она поняла, что не ошиблась, и в ярости ушла. Я попытался удержать ее, рассыпаясь в извинениях, но она села в единственное свободное такси у входа в отель, а я остался стоять на ступеньках, один, как дурак, под насмешливыми взглядами парковщиков. Пока я добрался до своей машины, пока доехал до дома 13 на проспекте Альфреда Бертрана, Слоан уже успел вернуться к себе, отключил телефон и не пожелал открыть мне дверь. На следующий день я улетел в Мадрид, и в течение всего моего пребывания там бесконечно оставлял ей сообщения и писал мейлы, но ответа не получил. У меня не было от нее никаких вестей. Я вернулся в Женеву утром в пятницу 22 июня и узнал, что Слоан меня бросила. В роли вестника выступила Арманды, наша консьержка. Она перехватила меня, как только я вошел в дом. «Вам письмо», — сказала она. «Да, от вашей соседки. Она не захотела опустить его в ящик, потому что ваша помощница читает всю почту». Я сразу вскрыл конверт. В записке было всего несколько строк. «Жоэль, у нас ничего не выйдет. До скорого». Слоан. Ее слова ранили меня в самое сердце. Опустив голову, я поднялся к себе в надежде, что хотя бы Денис скрасит на время мое существование. Денис — милейшая особа, от которой муж ушел к другой, символ современного одиночества. А лучшее лекарство от одиночества, как известно, общение с тем, кто еще более одинок. Но я столкнулся с ней на пороге своей квартиры. Денис явно собралась уходить, при том, что не было еще и двенадцати. «Вы куда?» — спросил я, даже не поздоровавшись. «Здравствуйте, Жоэль. Я же говорила, что сегодня уйду пораньше. У меня самолет в три часа». «Самолет?» «Только не говорите мне, что опять все забыли. Мы же обсудили мой отпуск до вашего отъезда в Испанию. Мы с Риком летим на две недели на Корфу». С Риком Денис познакомилась по интернету. «Мы, правда, говорили с ней об их поездке. У меня это совершенно вылетело из головы». «Слоан меня бросила», — объявил я. «Я знаю и очень вам сочувствую. То есть, как вы знаете?» «Консьержка прочла письмо, которое Слоан ей для вас оставила и все мне рассказала. Я не рискнула потревожить вас в Мадриде. И, тем не менее, решили уехать. Я не намерена отменять отпуск только потому, что от вас ушла очередная подружка. Да вы в два счета найдете ей замену. Вам все бабы глазки строят. Ладно, увидимся через две недели. Оглянуться не успеете. Кроме того, я обо всем позаботилась. Голодать не будете, смотрите». Денис поспешно повела меня на кухню. Узнав о моем разрыве Сослоан, она поняла, что я надолго засяду дома. Очевидно, опасаясь, что в ее отсутствие я вообще прекращу принимать пищу, она накупила еды на полк солдат, забив провизией все сверху донизу, от кухонных шкафов до морозилки. После чего она ушла, бросив меня в полном одиночестве. Я сварил себе кофе и сел за длинную стойку из черного мрамора, вдоль которой стояли в ряд высокие стулья, безнадежно пустые. На этой кухне могли поместиться десять человек, но, увы, кроме меня тут никого не было. Я потащился в кабинет и долго маялся там, разглядывая наши со Слоан фотографии. Потом взял карточку из плотной бумаги, вывел на ней имя Слоан и, поставив дату, чтобы запечатлеть ужасный миг расставания, приписал «22.6. Забыть этот день». Но мне никак не удавалось выкинуть ее из головы. Все здесь напоминало о ней. Даже диван в гостиной, где я в конечном итоге развалился, напомнил мне, как всего пару месяцев назад, на этом месте, вот на этих вот подушках, у меня начался самый потрясающий в жизни роман, который я умудрился пустить под откос. Я буквально бил себя по рукам, чтобы не постучаться к Слоан и не позвонить ей. К вечеру мне стало совсем не в моготу, и я уселся на балконе, куря сигарету за сигаретой, в надежде, что Слоан тоже покажется, и мы случайно увидимся. Но мадам Армандо, выйдя погулять с собакой, заметила меня снизу и, обнаружив все на том же месте, когда вернулась через час, крикнула, приближаясь к подъезду, «Зря ждете, Жоэль! Ее нет! Она уехала в отпуск!» И я вернулся в кабинет. Мне просто необходимо было сбежать отсюда. Я полагал, что, оказавшись на время далеко от Женевы, перестану думать о Слоан. Мне хотелось спокойствия и безмятежности. И тут на столе в ворохе заметок о Бернаре мне попалось на глаза упоминание о Вербье. Он обожал это место. Почему бы и мне туда не отправиться? Насладиться альпийской тишиной и хоть немного прийти в себя. Какая прекрасная мысль! Я включил компьютер, вошел в интернет и почти сразу попал на сайт легендарного Паласа Вербье. Быстро прокрутив выложенные там фотографии, я понял, что нашел свое счастье. Залитая солнцем терраса, бассейн с джакузи, вид на фантастические пейзажи, интимный полумрак в гостиничном баре, уютные салоны и роскошные люксы с камином. Самое оно. Я нажал «Забронировать» и быстро вписал даты. Вот так все и началось. Субтитры создавал DimaTorzok